Как бы я сказал, и мне кажется, что Татьяна Смили сегодня действительно выступает очень здорово, в выбросах из головы все мрачные мысли о полефинале. Отлично, как бы я сказал. Герой мой, герой. Герой, ты терпел. Молодчина, молодчина. Болеет? Молодчина, молодчина. Здорово, Аксенская. Татьяна Навка, ВЛК, посыл оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общая сумма 12 баллов ровно. Вот, Мара, да? Татьяна Тольевна, я знал... Старые песни о главном, а главное-то что? Я знал, что сильные плистры. Плистры наши не сдаются. Но что финны быстрые настолько, мы не знали. Татьяна Анатольевна, как вам эта калинка-малинка? Здорово. Не сдаётся, Танюха. Молодец. Лучше всех. Мало того, что элементы ещё новые разучила. Я прямо от страха в последнем элементе чуть под стол не залезла. Честно. Вилли, какой ты молодец. Я знаю, что у тебя так болит нога, что тебе делали укол, и у тебя мениск болтается, не знаю, как тряпка всё равно, что. И весь разбился на днях. Понимаете, и вот сегодня катается. Практически они на трёх ногах катали танец. Не было видно, Вилли. Вот это настоящее актёрское мастерство. Кроме того, что ты теперь умеешь всё... Ну, не всё, а то, чему ты научился, ты это будешь уметь до конца своей жизни. Знаешь, как-то мы, кто катается, не забывает. Вот так мы и в старости выйдем. Саш, поздравляю тебя с прекрасным номером. Спасибо тебе. С прекрасным номером. Ни секунды, ты не дал нам отдохнуть в этом номере. Спасибо большое. Вот удовольствие это, вот кайф. Вот кураж-то какой, а. Ура! И тогда кураж сразу ставишь 6-0. Ура! 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 Дмитрий Георгиевич, вопрос к вам. Как вам этот случай на финско-русской границе? Потрясающий случай, конечно, что тут добавить. Настолько приятно, когда совпадают общие зрители, судьи. Ну, действительно, мои поздравления Саши Жулина. Блестящий номер, блестящее исполнение. Просто необыкновенная страсть, задор, кураж поздравляет всей души. Светлана, слово вам. Хочу сказать, что Саша гений. Потому что закрыть человека, который катается практически на одной ноге, это искусство тренера. То есть поставить вот так элементы, скомпоновать между друг другом, что мы даже не заметили, что у Вилли эта нога болит. Особенно, кто знал, кто не знал из студий. Но, по крайней мере, мы были все единодушны. И это было удивительно, потому что, ну, я не представляю, как это можно делать вот так на одной ноге. И Таня даже вот, ну, я не знаю, просто ребята настолько молодцы, слов нет. И прям одни вот восхищения этой парой сегодня, хотя мы понимаем, что, может быть, по сложности не было 6-0. Да, с одной стороны. Красавица не разделяю. Но при этом, как бы, ну... Да за Танюшкину красоту только 6-0 сегодня. Как Танюшкину... Какая красавица, да? Я думаю, что если бы у нас был конкурс красоты, точно бы 6-0. Это без сомнений, Танечка. Спасибо большое, Светлана. Ларислав Александрович, вопрос к вам. Как известно, финны, финны сильны в хоккее. Да. А что вы скажете о финных фигуристах? Ну, тоже сильны. Тоже сильны. И я хочу сказать, что они настоящие профессионалы. Откровенно говоря, мы вспоминаем полуфинал, когда у нас у всех, вот, у судей. Мне посчастливилось, вот, судить полуфинал. У меня сердце упало, когда была такая досадная неприятность. И мы сегодня с волнением ждали этой пары. Как она сможет сегодня реабилитировать и показать высший класс. И они молодцы, понимаете? Ну, настолько они спортсменами стали. Ну, Татьяна, ясно. А он тянется за ней. И вообще прекрасные пары. Молодцы. Я вас просто поздравляю. Молодцы. Леонид Николаевич, вы хотите что-то добавить? Вы знаете, вот, Калинка, она, в общем-то, ну, настолько... Сейчас исполняема и китайцами, и японцами. И танцует Калинку и на североамериканском континенте. Но обычно всегда, вот, сколько я видел программ, то, в основном, это когда вот исполняли Калинку советские и российские фигуристы. И вот я впервые увидел, когда действительно дуэт русско-финский, чтобы исполнял эту Калинку, причём настолько оригинально, настолько вот своеобразно, то, что, в общем-то, откровенно вам скажу, это такая находка, которая дорогого стоит. Спасибо, спасибо участникам, и Саше, и тебе, дорогой мой, огромное спасибо. Это, в общем-то, что-то новое в этом исполнении. Вилли, первый вопрос. Как здоровье, как нога? Ну, нормально. Болит, как следует. Ну, ничего, в принципе, час я про него не помню. Я вам скажу. Сегодня в 9 утра был мне домой звонок. Мы должны были в 10 кататься вот здесь на льду. И Вилли сказала, что Таня, я, наверное, не смогу сегодня кататься. Я пошёл, мне сделали очень сильный укол, и я пошёл спать, потому что у меня кружится голова, и я вообще не знаю, что будет через 2 часа. Я в слезах, конечно, ну, не в слезах, но я уже ничего не могу сделать. Конечно, после этого у меня состояние было ужасное, но Вилли пришёл на лёд через 2 часа, размялся и через боль катался. Я не знаю, как он катается, он просто герой, молодец. Я им горжусь. Настоящий спортсмен, настоящий мужчина. Самое обидное было бы подвести такого партнёра, поэтому ради этого я пришёл. Шикарные оценки, максимальный балл. Вилли, признавайся, что было в стакане? Стыдно, конечно, но вода. Я попробовала, перед я вам понюхала. Действительно стыдно, как же так-то? Ну, как же из топки пить вода, ну, некрасиво это всё. Таня, расскажи о своих ощущениях после финального танца. Такое, фу, мы это сделали. Я очень счастлива и на самом деле было немножко волнительно. Волнение началось ещё со вчерашней жеребьёвки, потому что, так как мы последние три танца катались первые, вчера на жеребьёвке оставалось три номера, из них был первый. И все ребята, естественно, скандировали и говорили, что сейчас Навка опять будет первая. Но, к сожалению, повезло. И, наверное, это, к сожалению, для ребят мне повезло. И я вытащила третий, и это, наверное, был таким маленьким символом того, что мы сегодня должны получить 12 баллов. Спасибо. Ура, ребята, это был замечательный финальный танец. Спасибо вам большое.